Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак, и сегодня мы рассматриваем второй шаг по созданию телевизионного сериала. Второй шаг будет называться сценарий. Если мы говорим о сценарии телевизионного сериала, то мы должны понимать, что сценарий телесериала отличается от сценария полного метра. Я на практике знаю, что в основном у молодых кинематографистов есть идея для полного метра, которую они, скрипя сердце, могут отдать под телевизионный сериал. На самом деле это совершенно не разные вещи, но все равно это сценарий сериала и сценарий полного метра отличаются. И идея для потенциального сериала, идея для потенциального полного метра, они отличаются. Поэтому, когда вы пишете сценарий, предположим, вы совершили первый шаг, вы подали заявку на канал, но еще до этого вы должны понимать, какими силами вы напишете сценарий. Если вы в себе уверены и считаете, что можете написать сериал с чистого листа, ну, хорошо, удачи вам. Если же все-таки вы решите покопаться, то очень важно посмотреть сериалы, которые выходят на том канале, куда вы подаете заявку. Все равно после просмотра у вас, во-первых, появится ощущение, что вы знаете, куда движется канал. Второе, то, что сценарий фильма невозможно просто сделать очень длинным, и тогда получится сериал. У сериала есть своя специфика. Но мы сейчас не будем разбирать, как писать сценарий сериала, мы просто говорим о том, как продюсер должен относиться к процессу его создания. После того, как вы подали заявку, желательно, чтобы у вас на самом деле, по крайней мере для себя, у вас был написанный посерийник. Я понимаю, что если вы занимаетесь разработкой 100-серийного сериала, то вы не можете написать посерийник, потому что на это тоже уйдет месяцы работы и так далее. Но посерийник небольшого сериала, по крайней мере, его краткое содержание от одной точки до другой, очень важно для вас, как продюсеров. Потому что если клиент спросит, а он в процессе все равно общается, если все идет к тому, чтобы заключить договор, он общается, вы должны отвечать на вопросы клиента. Если вы чего-то не знаете, это может вызвать вопросы. То есть ситуация, когда, например, условный генпродюсер канала спрашивает вас, а вот что будет с линией какого-нибудь там, я не знаю, там какого-нибудь Рустема Толстяка, например, а вы скажете, ну для этого у меня есть сценаристы, я пока сам не знаю, то это не очень квалифицированный ответ. Как продюсер вы должны обладать профессиональной экспертизой и вы должны хорошо разбираться в своем продукте. Я понимаю, что я сейчас многое говорю о том, что это очень больше похоже на тренинг по менеджерам по продажам, но по сути это так и есть. Если вы продюсер, если вы занимаетесь получением заказа на телевизионный сериал, вы и есть этот менеджер по продажам, вы должны заключить сделку, должны заключить контракт. Поэтому очень важно выбрать сценаристов, тех, которые умеют писать сериалы. Это критически важно, если тем более вы занимаетесь этим в первый раз. Вы можете разработать сами идею, вы можете, как сказать, изложить свое видение, но диалоги по эпизодник должны писать люди, которые имеют какой-то опыт в этом деле. Поэтому алгоритм примерно такой. Вы подаете заявку, если канал просит расширенный синопсис, вы пишете расширенный синопсис сериала. Если канал просит посерийник, круто. Вы уже, честно говоря, уже прошли 20% этой дистанции. Значит, вы пишете посерийник или говорите своим сценаристам, чтобы они писали посерийник. После посерийника, например, вы заключаете договор, либо они просят вас, например, написать пилот. Такое случается достаточно редко, но это может быть. Но значит, нужно написать пилот. По крайней мере, до пилота, то есть до того, как вы напишете пилот, это вполне нормально, что у вас заказчик пока без никаких обязательств, без никаких денег просит вас сделать какую-то подготовительную работу. Естественно, вы не можете написать сценарий всего сериала, полностью диалоги, если канал вам ничего не заплатит хотя бы даже за написание сценария. Потому что если вы напишете целый сериал и каналу не понравится, такое может быть, то, конечно, вы понесете определенные убытки и, в принципе, так не принято. То есть канал принимает решение либо по заявке, по расширенному синопсису, либо хорошо показывая свой интерес, либо по пилоту, по сценарию пилота, я имею в виду. У нас в Казахстане очень слабо развита практика съемка пилота, потому что у нас небольшие бюджеты, съемка одной серии, она занимает бюджет половины сериала. Я об этом расскажу дальше, есть свои специфики в производстве. Поэтому, если попросили вас написать пилот, хорошо, напишите, и все, после этого вы уже должны вести переговоры таким образом, что потом будет договор, да, заключается договор, есть сроки на написание сценария, и после этого вы пишите поэпизодник, да, поэпизодник это такой план сценария, скажем, да, то есть каждая сцена коротко описывается, что будет в каждой сцене без диалогов. Соответственно, в заявке вы уже разработали персонажи, поэпизоднике расправляются новые персонажи, вы их еще прописываете, то есть какие-то второстепенные персонажи. После того, поэпизодники обычно отправляются на канал, и они утверждаются. Бывает так, бывает и, как сказать, без поэпизодников, бывает так, что вы уже отсылаете готовые серии. Но так или иначе, значит, следующий этап это поэпизодники, и после того, как либо вы утверждаете, либо канал его, поэпизодники, то пишутся диалоги. И все, после этого сценарий сериала готов. Вы приступаете к производству, к съемкам сериала, тогда, когда у вас есть весь сценарий. Если это, опять-таки, не какой-то огромный сериал, если это не 70-100 серий, то, конечно, в производстве там бывает своя специфика. Но в обычном формате, если, например, вы новичок, дебютант, и вам дают, например, сериал на 12 серий, то вы напишите сначала весь сценарий, и только потом начинаете съемки, подготовку, кастинг и так далее. А почему это важно? Это важно не только для вашего заказчика, это важно для вас самих. Потому что в самом начале вы наверняка какие-то ошибки допустите в подготовке, в наборе команды, в съемках. И если у вас будет готов сценарий, то это очень сильно вам поможет. Потому что если вы выходите в съемочный период, такое случалось, и я тоже так бывало, что я входил в съемочный период еще не с полностью написанным сценарием, но для этого нужен опыт, для того, чтобы ваш съемочный период не увеличился там в два раза. Поэтому очень важно, чтобы сценарий уже был, чтобы с ним уже поработали, и после этого начинается подготовка и съемочный период. Вот примерно так, все, что я хотел вам рассказать о сценарии сериала, как его нужно готовить. Итак, давайте еще раз пройдемся по этапам. В первом выпуске мы разобрали заявку, значит вы подаете заявку. Если канал заинтересовался, выступили с ним переговоры, он может попросить расширенный синопсис. Это второе. Вы даете расширенный синопсис. Третий этап, он может попросить вас посерийник. Это уже хорошо, значит канал заинтересован. Значит вы пишете ему посерийник. И это все пока бесплатно, это нормально. Четвертое, он может попросить вас пилот. Если вы чувствуете, что канал заинтересован в вашем проекте, в принципе, вы можете написать и пилот. Это нормально тоже. Сценарий пилота, да, не съемки пилота. Это тоже вполне нормально. Вот после пилота вы, если все хорошо, вы должны заключать договор. После договора вы начинаете писать, пишете по эпизоднике, по эпизоднике каждой серии. Бывает так, что канал просит по эпизоднику на утверждение, бывает, что не просит. Но так или иначе, вы пишете по эпизоднике каждой серии сериала. Ну и последний этап – это диалоги. Диалоги, ваша сценарная группа, либо если вы сами в сценарной группе состоите, вы пишете диалоги, и ваш сценарий готов. Вы отправляете на канал, и будут правки. Обязательно будут правки. Вы должны спокойно уже относиться к тому, что вы делаете правки, что канал скажет, вот это вот нам не нравится, вот это вот поправьте так, и так далее. То есть эти правки могут быть на любом этапе. Вы должны спокойно уже к этому относиться, потому что уже у вас есть договор, и что вы уже как бы обе стороны хотят снимать этот сериал. После того, как вы написали сценарий, только после этого вы приступаете к подготовке к съемочному периоду. Подготовительный период к съемкам. Если вы делаете это впервые, если вы депутант, это очень важно. То есть не вступайте в съемочный период с ненаписанным сценарием. Вам точно в съемках понадобится хорошо продуманный сценарий. Он ваш помощник будет каждый день. Итак, это был шаг номер два. Сценарий сериала. В следующем выпуске мы расскажем вам о третьем этапе по созданию сериала. Из нашего цикла «10 шагов к созданию сериала». Это был видеоблог «Серийный продюсер». Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok